Девочка любит гостей и проводит для нас экскурсию по квартире. Анюта любит озорничать и мечтает о братики или сестричке. Три года назад родители Ани развелись, а в июле этого года комиссия опекунского совета приняла решение, что девочка должна остаться проживать с отцом-сирийцем. Якобы он более финансово обеспеченный, а значит может больше дать ребенку. Развод был в 2015 году по инициативе моего бывшего мужа. Кто все это время был с ребенком, кто был с ней, когда она по ночам просыпалась, плакала, искала папу. Все это время я находилась с ней, все это время я, если надо было, если она болела, я лечила ее. И как врач, да. И вот есть карточка подтверждающая, тут есть мои подписи при каждой прививке. И я любящая, добропорядочная мать. Комиссия предполагает, что при живой, любящей, добропорядочной матери мой ребенок должен проживать с мачехой. Тем более мой бывший муж состоит в неоформленных отношениях с другой девушкой, которые у него часто меняются. Светлана рассказывает, на основе двухмесячного расследования, составления акта жилищных условий и бесед с обоими родителями и ребенком, служба по делам детей в июне вынесла заключение. Аня должна жить с мамой. Учитывая, что ранее все факты были в ее пользу, а комиссия вдруг приняла сторону ее бывшего мужа, женщина не исключает, что тут не обошлось без коррупции. Я предполагаю, что комиссия была куплена. Он действительно обладает большими финансовыми возможностями, и ему ничего не жалко для того, чтобы забрать у меня дочь. В Сирии дети проживают с отцами. Поэтому этот шаг он делает в первую очередь с той целью, чтобы самоутвердиться и показать свое преимущество. Он не может смириться с данной ситуацией. Он готов тратить все, что у него есть, для того, чтобы добиться своего. Он так и говорил, что Украина, она продажна, и у тебя ничего нет, ты ничего не сможешь сделать. А я все решу своими возможностями. А вот отец девочки факты взятки опровергает. Слова Светланы называет клеветой. Аврам Анс говорит, комиссия приняла такое решение в интересах ребенка, потому как мать не успевает следить за ее здоровьем. То, что ей не устраивать, это подкуплен. Абсолютно. Наш педиатр, нас порекомендовала пойти к гастроэнтерологу. Я что подкупил лабораторию СНЕР, что они писали, что ребенок болеет корей, что у него проблемы с кишечными трактами, то, что у него проблемы с желудками. У ребенка подчернили зубы и не дает, чтобы ввести ребенка к гастроэнтерологу. То, что она говорит, это ложь. То, что она говорит, комиссия опекунского совета, это ложь. Это все пишется под записи. И в комиссии принимается решение не одним человеком. Решение принимается через голосование. Кроме того, отец девочки уверяет, комиссия приняла такое решение не только из-за здоровья Анюты. Вы у нее спрашиваете, в какой секту она тащит ребенка, в каком зомбированном подвале она тащит ребенка. Вы у нее спрашиваете, как они там зомбируют людей, как там они лишают людей их мнения и желания и воли. Я категорически против того, чтобы она пускала мою дочь в секту. Якобы они распространяют Библию, якобы. Но там далеко их не главный чисто аферист, алкоголик, пьяница. Пока девочка живет с мамой. Однако Светлана переживает, что ее ребенка могут у нее отобрать. Несколько месяцев, пока взрослые не могут разобраться, Анюта живет в тревоге. Но при любой удобной возможности говорит, что хотела бы жить именно с мамой. Моя мама хорошая, отличная. Я ее очень сильно люблю. Мама Анюты собирается пройти все инстанции, чтобы ребенок остался с ней. И надеется, что в сентябре, когда Анечка пойдет в первый класс, эти вопросы наконец-то разрешатся. О счастливом детстве без забот и тревог мечтает и Анюта. Невольная жертва взрослых семейных разборок. Мой мальчик. Мой мальчик.